Всем привет! В эфире Универ Ньюс, а в студии Ильвира Зорина. Наша команда подготовила для тебя самые важные новости. Итак, смотри сегодня. В КФУ стартовался российский конкурс «Полиглот». На территории бывшего военного госпиталя, прилегающих к университету, начнутся строительные работы. В КФУ состоялся праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню. В Казани представили проект застройки территории бывшего военного госпиталя на улице Иршова. Условием получения разрешения на строительство 20 тысяч квадратных метров элитного по казанским меркам жилья стало обязательство реставрировать три старинных здания и восстановить госпитальный парк. СМИ и пользователи соцсетей начали говорить о причастности к строительным работам Казанского федерального университета. Так ли это на самом деле, узнаем в сюжете нашего корреспондента. Казанский военный госпиталь Прошел масштабный ремонт, после чего там открылся учебно-лабораторный кампус КФУ. Тогда президент Татарстана Рустам Мениханов высоко оценил с данным университетом в эксплуатацию проект. Скоро на территории военного госпиталя вновь начнутся строительные работы. Однако, вопреки предположениям СМИ и пользователей соцсетей, Казанский федеральный университет к ним отношения не имеет. Я могу сказать однозначно, что университет к этой стройке никакого отношения не имеет, потому что это территория не университета. И здание университета реконструировал. Такие-то здания относятся к институту фундаментальной медицины. И они находятся за пределами той территории, на которой будет планироваться строительство жилых комплексов. Разрешение на виды использования земельного участка на территории бывшего военного госпиталя получила в конце февраля от исполкома города Казанское ООО «Факел». Стройка начнется летом 2020 года. К концу 2021 года должны быть сданы первые дома. Застройщик намерен максимально использовать возможность окупить затраты на строительство жилого комплекса на земельном участке, кадастровая стоимость которого достигает почти 80 миллионов рублей. Это объект культурного наследия. А глубже, внутри квартала, есть отдельный участок, там жилой комплекс. Территория жилого комплекса будет приватной. Доступ на нее планируется сделать ограниченным. Госпитальный сад будет поделен на две части. Треть идет под строительство детского сада, две трети будут доступны для прогулок горожан. Ранее археологи опровергли легенду о массовых захоронениях на территории госпитального сада. Но отметили, что на территории возможны единичные погребения. Специалисты продолжат работать на участке и рассчитывают найти в земле не истлевшие гробы и скелеты, а старинные медицинские оборудования и инструменты, а также остатки зданий и сооружений, которые за малостью своих размеров не попали на исторические планы, но представляют сегодня интерес для изучения. Все покажет археология, когда будут производить строительные работы в этой зоне археологии обязательно. Если археологи что-то найдут, то вот значит факт подтвердит. Сейчас ни документальных, ни тем более фактических подтверждений нет. Разрешение на строительство было выдано с условием, что застройщик обязуется реставрировать относящиеся к ансамблю Казанского гарнизонного госпиталя объекты культурного наследия. Сохранять старые здания планируется в первозданном виде. Однако к реставрации приступят лишь по завершении коммерческого проекта – строительства жилого комплекса. Камиль Гемоздинов, Универньюс. Прекращение сделки ОПЕК-плюс привело к обвальному падению цен на нефть. Доллар стремительно подорожал до 74 рублей. Что будет с российской валютой, бюджетом и экономикой, если цены на нефть замрут на низком уровне? Подробности в следующем сюжете. Крак договоренности ОПЕК-плюс о сокращении нефтедобычи привел 9 марта к сильнейшему однодневному падению цен на нефти-бренд, от которых напрямую зависит состояние российской экономики. На фоне падения нефтяных котировок курс доллара к рублю на международном внебиржевом рынке Форекс подскочил на 8,6% до 74 рублей. После открытия 10 марта биржевых торгов стоимость доллара на московской бирже взлетела до 72 рублей, евро – до 85. Сейчас ситуация полностью связана с двумя факторами. Это прекращение действия соглашения между ОПЕК и несколькими другими крупными производителями нефти, в том числе России. Вследствие чего все участники этого соглашения отказались сокращать, сдерживать производство нефти. С другой стороны, эпидемия, которая ограничивает потребление нефти и вообще всех энергоресурсов в связи с остановкой ряда производств в Китае и в других странах. Центральный банк начал продажу валюты на фоне обвала цен на нефть. Решение принято, исходя из текущей ситуации на нефтяном рынке и ее влияние на операции Фонда национального благосостояния. Это может повлечь в течение ближайших двух-трех месяцев постепенный рост цен на импортные товары. Не обязательно именно на 10%, скорее всего меньше, но такая возможность существует. Снижение цен на нефть – это значит снижение доходов бюджета, как федерального, так и регионального бюджета. Банк России с 10 марта начал упреждающую продажу иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила. Лилия Баталова, Универньюз. 10 марта в КСК КФУ Уник состоялось открытие всероссийского конкурса «Полиглот». Подробности в сюжете. 10 марта в Казанском федеральном университете стартовал 15-й всероссийский конкурс на знания иностранных языков среди студентов неязыковых направлений вузов РФ «Полиглот». Конкурс проходит в рамках первого Казанского международного лингвистического форума. Он посвящен 175-летию со дня рождения Ивана Будена де Куртене, основателя Казанской лингвистической школы. В этом году у нас представлено 16 регионов, 20 университетов и более 400 участников. Мы гордимся этими цифрами, потому что мы ведем свою статистику и можем с радостью заметить, что количество участников увеличивается из года в год. Главной целью конкурса является повышение мотивации к изучению иностранных языков среди студентов. В этом году задействованы 4 иностранных языка – английский, немецкий, французский и испанский. Конкурс проходит в трех основных номинациях – «Полиглот», «Переводчик» и «Юниор». Конкурс проходит в два этапа. В первом этапе участники проходят тестирование на грамматику и аудирование, а также иностранный квест. По его результатам будут определены участники второго тура, в котором студенты попробуют себя в роли переводчика. Также в рамках второго тура участники смогут посетить мастер-классы по различным языкам. Проверкой работ занимаются сотрудники Высшей школы иностранных языков и перевода Института международных отношений. Профессора, заведующие кафедрами, заслуженные преподаватели. То есть те люди, которые компетентны в этом вопросе и которые действительно знают, как правильно проверять работы на иностранном языке. Конкурс проходит ежегодно. Принять участие могут учащиеся не языковых направлений. Диана Шлинкова, Ленар Довлитьяров, Универньюс. Ежегодно Казанский федеральный университет не упускает возможность поздравить всех девушек и женщин с Международным женским днем. В преддверии праздника клуб «Профессор Шоу» порадовал прекрасную половину преподавателей и сотрудников КФУ невероятными творческими номерами. Подробности в сюжете. 6 марта в Императорском зале Казанского федерального университета состоялся праздничный концерт, приуроченный к Международному женскому дню. На церемонии открытия концерта с поздравлениями выступил ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров. Он поздравил всех присутствующих женщин и девушек с Международным женским днем и праздником весны. Я бы хотел вам бесконечной любви, бесконечных, долгих, плодотворных лет жизни. Спасибо вам и с праздником вас! Представители клуба «Профессор Шоу» представили гостям невероятные творческие номера, исполненные сотрудниками университета. На праздничном концерте они представили не в привычном виде ученых и педагогов, а в роли настоящих артистов. Они порадовали зрителей вокальными, хореографическими и театральными номерами. Организаторами концерта выступили ректорат, правком, клуб «Профессор Шоу» и Лига женщин КФУ. В концерте принимает участие действительно ряд профессоров Казанского федерального университета, ну и другие более молодые артисты, самодеятельные, которые считают, что скучновато жить без искусства. И поэтому они пришли сегодня и будут радовать зрителей своим искусством, мастерством и своим талантом. Двери у нас открыты, желающих, я думаю, все больше и больше становится. Диана Шеленкова, Вилета Басова, Универ Ньюс. На этом у меня все. Не забывайте смотреть на социальных сетях. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова